привет всем кто смотрит видео сегодня мы поговорим об ипотеке как и обещал я в прошлом видео что сегодня расскажу на собственном опыте на собственном примере об ипотеке пика и втб совместные ипотеки которые там шесть с половиной процентов годовых и проценты до конца года они берут на себя вот но вначале немножко расскажу о другом виде ипотеки который ну под более высокий процент который у нас выдают в россии значит тоже попытались вначале взять ее потребовали там какие-то справки о доходах еще там что-то вот естественно справок о доходах мы не предоставляли а вот как бы специально а естественно нам отказали с одной стороны если разобраться какая разница получает человек доход не получает он пришел покупать квартиру он не телефон покупает соответственно если человек платить не будет банк у него эту квартиру изымет тут я считаю что не зачем подтверждать доход это правильно не телефон как я уже говорил вот квартира это недвижимость вот тем более она остается в залоге у банка пока человек не выплатит вот есть вот в разных странах на собственном опыте знаем мы брали в ипотеку недвижимость на филиппинах на острове панглау есть видео у меня на канале вот сейчас тут выскакивает ссылочка по ней можно пройти и посмотреть как мы это делали если кто-то не видел но в конце видео я еще поставлю там подсказочку еще одну вот конечную заставку можно пройти посмотреть что если забудете сейчас посмотреть вот ну значит как я уже говорил да там без всяких справок о доходах пришли по двум по двум документам нам дали недвижимость в кредит вот соответственно естественно мы переплатим за это порядка там 50 процентов за весь срок вот этого погашения но тем не менее не справок о доходах ничего не потребовали как я уже говорил что зачем справки о доходах и что-то еще из человек платить не будет у него как бы ну это недвижимость перейдет в пользу банка вот как бы и все вот так ну теперь уже переходим к самой теме да об ипотеке пика и втб я считаю что это полнейший развод что шесть с половиной процентов никто вам не даст под такую под такой вообще низкий процент так как у нас инфляция в стране высокая и банкам невыгодно давать под такой процент кредиты это все го мы обратились нашли квартиру на сайте пика в новороссийске взяли самую такую ну такой оптимальный вариант интересный возле моря там миллион 700 там самая низкая стоимость квартиры 30 квадратных метров вот в новороссийске в жилом комплексе черноморский подали заявку на ипотеку ну соответственно там что там попросили какие-то документы бумаги там все паспорта там снился еще что-то все что нужно было все подали естественно нам отказали вот и на каком основании почему как как я уже говорил что никто вам под 6 половиной процентов ипотеку не даст я вот не понимаю зачем какой смысл вот этому то пику там и вот и бы вот это вводить людей в заблуждение там заниматься вот этим каким-то разводом вот ну естественно да видимо правительство дало указание что давать ипотеку под 6 процентов они вот мы такие хорошие там соблюдаем там законодательцы даем людям под 6 половиной процентов вот идет кредит хрен кто чё дает вот что я вам скажу поэтому поэтому вот поэтому они видимо наверное всем и отказывают вот если не знаю если есть такой человек там как-то тут объявитесь расскажите кто кто действительно взял вот мне как бы они не дали вот либо там я не знаю там пик вот этот и или втб сейчас вот услышит как-то там дайте какой-то комментарий там почему вы не дали или дайте мне если вы как бы говорите по телевизору там обещаете что вы даете так что же вы не даете что ж вы не дали то тогда обратились все подали все документы требующиеся никто ничего не дал ну давайте где она и они ниже зачем вводить людей в заблуждение зачем вот эти распространить какие-то фейковые новости вот ну как ну что что по теме да я кстати еще изучил тему вот этих ипотечных кредитов там в различных странах мира самая низкая ставка по ипотеке я нашел это в японии там пол процента в каких-то еще там странах 2 но это вы сами можете посмотреть там на сайтах вся информация в интернете есть ну есть конечно такие заоблачные там по 30 процентов там ипотеки вот допустим что самое интересное в швеции я нашел ипотека там у них дается на 100 на 100 лет можно даже взять вот еще еще что интересная такая фишка в чехии ставка по ипотеке сбербанка там порядка там двух с половиной что ли процентов годовых вот посмотрите если какую какой процент по кредиту сбербанке для наших для российских граждан это удивительское там два с половиной процента оттуда все 20 будет вот вот вам и сбербанк вот как российский банк как к людям относится но что в общем все все понятно да что 6 половиной вам никто не даст процентов все это болтологии вот ну если кому интересно да как я уже говорил вот сейчас я сделаю конечную заставочку вот она в здесь вот будет в правом или в левом там я не знаю у вас вот конечная заставочка по ней можно пройти посмотреть как мы брали квартиру в этом на панглау на филиппинах вот ну и не забывайте подписываться кому интересно все всем пока